Как присягнуть имаму времени? Во-первых, необходимо заметить, что присяга — это всегда готовность подчиняться и жертвовать всем самым ценным, как своей жизнью, так и своим имуществом, на пути того, кому ты присягаешь. В этом и заключается присяга. Во-первых, человек должен быть готов к тому, чтобы пожертвовать всем самым ценным для себя, своим имуществом, своей жизнью, своим временем, своим вниманием, всем самым ценным. Как говорит имам Сейн Алей, салат ва салам, по поводу своих сподвижников. То есть пусть с нами идет, пусть сопровождает нас тот, кто готов пожертвовать всем самым ценным для нас. И поэтому взяли Тарбаини по поводу сподвижников имама Сейн Алей, салат ва салам, говорится То есть в этой готовности заключается, в первую очередь, присяга. Во-вторых, что касается слов, что касается того, чтобы выразить это словами, то для этого у нас существует дуа Ахад. Необходимо читать дуа Ахад, в котором, в частности, на туме содержатся следующие слова. Что, о Аллах, я обновляю в этот день и каждый день обновляю свою присягу. Имаму Замаму, Имаму Времени. Обновляю в этот день и каждый день свою присягу, свою верность и свою привязанность к Имаму Времени. Это, что касается слов. Но, что касается дел, опять-таки, что касается дел, то это, конечно же, готовность. То, чтобы человек готовил себя уже сегодня тому, чтобы служить Имаму Времени, когда тот проявится. Служить. Готовить себя к этому, готовить себя к этому служению. Обретать знания. Готовить свою веру. Укреплять свою веру. Свою верность. Познание Аллаха. Опознание посланника Аллаха. Укреплять познание Ахл-Аль-Бейт. И так далее. В частности, оплакивание Его Светлости Имама Хусейна, алей-салат-васалам, в этом играет очень-очень важную и значимую роль. Ибо, лозунгом Его Светлости Имама Времени будет месть за кровь Имама Хусейна, алей-салат-васалам. Ял-Аль-Сарат-Аль-Хусейн будет лозунгом Его Светлости Имама Махди, аджалаллах, алей-салат-васалам, в этом играет очень важную роль. Играет именно оплакивание и траур по Имаму Хусейна, алей-салат-васалам, и по семейству посланника Аллаха, алей-салат-васалам. Это одно, но есть еще очень важный момент, касающийся сегодняшнего дня, а именно это подчинение верующим. То есть, во-первых, готовить себя, обретать знания, обретать познания, обретать понимания и приобщаться к этой боли, к этим страданиям, к этим бедствиям. Семейство посланника Аллаха, алей-салат-васалам. Сочувствуйте им, это во-первых. Во-вторых, подчиняться ученым, которых мы называем мараджио-таглид. Авторитетным нашим ученым. Подчинение им является очень важным условием присяги Имаму Махди, имаму времени. Ибо, когда его светлость, Имам Махди, уходил в большое сокрытие, он оставил своим последователям письма, в котором говорил, чтобы те обращались к передатчикам хадисов Ахл-Аль-Бейд по поводу тех или иных событий после него. То есть, когда тот уйдет в большое сокрытие, чтобы они обращались относительно вопроса к передатчикам хадисов. А передатчиками хадисов являются именно эти люди. Знатоки преданий, знатоки слов, высказываний имамов. Именно эти люди посвятили свою жизнь, им являются наилучшими знатоками в этом вопросе. В вопросе о том, что говорили имамы, что они оставили для нас после себя. Поэтому здесь не менее важным и очень значимым является то, чтобы человек, который хочет пристегнуть имаму времени, покорился и подчинил себя передатчикам хадисов Ахл-Аль-Бейд, коими являются наши авторитетные ученые. Таким образом, подводя итог, человек в душе должен готовиться, на словах должен читать Ахды, и на деле должен готовить себя к приходу имама, и должен подчиняться на деле ученым. Из этих трех компонентов состоит истинная, и настоящая, и совершенная, и завершенная присяга имаму времени. Продолжение следует...